Вторник, 5 марта. Глазами корреспондентов репортера. Это новости. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. 25 тысяч гривен убытков понесла одна из одесских телекоммуникационных компаний. 35-летний охотник за металлом незаконно демонтировал около 150 метров провода электросвязи на поселке Котовского. Работники полиции нашли преступников в подземном колодце на одной из улиц Суворовского района. В тот момент, когда он пилой срезал кабель связи. Мужчину задержали. Оказалось, что он уже был судим за имущественные преступления. За указанным фактом было распечатано криминальное проведение предбачено ст. 15 и 2 ст. 185 КК Украины за замок на крадежку. В теперешний час злобмисника в порядке ст. 208 КК Украины затримано. Вырешивается вопрос, что обвиняем умир запобежного захода. Очередной проект благоустройства летнего театра показали в мэрии. Чиновники уверяют, что проект предусматривает его использование в качестве открытого культурного пространства. Новый план разработан КТК «Одесс-проект» на основе предложений, замечаний и разработок заседания рабочей группы. Предусматривается восстановление сцены и площадки на тысячу мест, а также обустройство арт-галерей, фонтаны и детской площадки. Также будут установлены фонари и скамейки. В конце прошлого года свой проект представил одесский продюсер Дмитрий Шпинарев. Некоторым общественным деятелям он не понравился, и они предложили свой альтернативный проект. И к другим темам в мэрии. Обеспокоились судьбой водителей. Чиновники предупредили об отключении светофора на 4-й станции Люздоровской дороги. Но это, как выяснилось, не очень-то и помогло. На дороге сплошной хаос. Светофоры уже не работают, а регулировщикам опасный перекресток полиция так и не обеспечила. С проблемного участка дороги наш корреспондент Нарина Щеглова. На углу 4-й станции Люздоровской дороги и улицы Дмитрия Тонского до пятницы отключили светофор. Как сообщили в СМЭП, связано это с заменой оборудования. Так как на этом оживленном участке дороги нет регулировщика, водители и пешеходов просят быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения во время избежания аварийных ситуаций. Идет замена оборудования. Шкаф управления, светофоры, кабеля. Полностью реконструкция идет капитальная. Лучше светофоры будут работать, лучше видно, надежнее. Оборудование уже старое морально и физически устарело. В Одесском департаменте транспорта не знают, сколько точного пассажиров перевозят трамваи, троллейбусы и маршрутки в городе. Установить специальную технику для подсчета людей слишком дорого для города, поэтому единственным вариантом получения статистики в профильном департаменте считают внедрение электронного билета. Нет сегодня ни одного решения эффективного, кроме как реализации электронного билета. Никогда невозможно будет не использовать технических средств, дать четкие цифры, сколько человек едет в том или ином трамвае, троллейбусе, либо маршрутке. Для того, чтобы как раз и перейти к четкому пониманию не только пассажиров потока, его разделения на социальные группы, но и в дальнейшем это позволит нам и корректировать маршрутную сеть. Повышение стоимости проезда в маршрутках без улучшения качества перевозок – это проблема всех крупных городов страны, уверяет чиновник. В расчете тарифа много коэффициентов, которые рассчитывает государство, а не местная власть. Альтернатива – это развитие городского электротранспорта. И здесь снова надежда на электронный билет. Правда, эксперты говорят, что эта система далеко не идеальна. Здесь в системе, которая предлагается, будет фиксироваться только заход человека в транспорт. То есть мы не будем знать, куда именно он едет, можем только догадываться. То есть идеально было бы, если бы человек фиксировал свой вход в транспорт и выход. И тогда мы будем точно знать, кто куда и когда ездит. По этой системе, которую они предлагают, все маршрутки будут зарабатывать фиксированную стоимость каждого рейса. От конечной до конечной она будет оговорена с ними. Они будут ее получать независимо от количества перевезенных пассажиров. Инвестор получит право самостоятельно собирать деньги за проезд, а после этого рассчитываться с перевозчиком и отчислять часть прибыли городу. Увы, здесь возможны различные манипуляции, говорит наш эксперт. Напомню, внедрить электронный билет могут уже на следующей сессии городского совета 13 марта. И в Малиновском райсуде Одессы сегодня должны были рассматривать дело о гибели двух человек на Тираспольском шоссе под колесами внедорожника в прошлом году. Но виновница трагедии пенсионерка Лидия Войтова на заседании не явилась. Якобы по состоянию здоровья. Моя коллега Светлана Довжук расскажет подробности очередного заседания. Оно только что завершилось. Малиновский суд продолжает рассматривать дело Лидии Войтовой, которая обвиняется в совершении ДТП на Тираспольском шоссе. В результате этой аварии погибла 4-летняя девочка и ее тетя. Еще на прошлом заседании суд дал возможность Войтовой выйти из СИЗО под залог. Сумма в 576 тысяч гривен. И вот женщина больше месяца провела на свободе. Но сегодняшнее заседание опять не состоялось. Прокурор, адвокат и сама Войтова не явились в суд, якобы по состоянию здоровья. Сторона потерпевших говорит, что после того, как Войтова вышла на свободу, дело затягивается. И к другим темам. В этом году программа кредитования жилья в селах «Свой дом» получила из областного бюджета почти 5,5 миллионов гривен. В прошлом году программа трехпроцентных долгосрочных кредитов помогла семьям из Раздельнянского, Любашевского, Арцисского и Березовского районов построить новые дома, а также отремонтировать и газифицировать уже имеющееся жилье. На работы по благоустройству дома, собрав необходимый пакет документов, можно получить до 150 тысяч гривен. К слову, в прошлом году таким образом в селах газифицировали 16 домов. В позапрошлом году о программе, утвержденной Кабмином еще 20 лет назад, видимо, никто не знал, кредиты на газификацию никого не интересовали. В 2018 году 185 семей. «Было обеспечено кредитами по нашей программе, по нашей государственной льготной программе. Наша программа рассчитана на всех сельских жителей, то есть проживающих в селе, прописанных в селе и работающих в сельской местности. Но преимущество, естественно, отдается участникам АТО, а также многодетным семьям. Ну, а также участвуют и работники здравоохранения, работники образования. Если это касается строительства дома, то максимально 300 тысяч, но финансирование идет как с государственного бюджета, так и с местного бюджета, то есть с областного и с районного бюджета». И об успехах одесситов. Девятый сезон самого масштабного музыкального шоу «Страны. Голос Краины» в самом разгаре. Тренеры уже собрали свои команды, участники репетируют новые песни, а зрители ждут следующие эфиры. Моей коллеге Александре Явник удалось пообщаться с одесскими певцами, которые вырвались со съемок «Домой» буквально на пару дней. Кто они и как им удалось сворвать сердечко Дана Балана? Далее в нашем сюжете. «Я сексуальный и я знаю это». С такой песней, можно даже сказать, с таким девизом. Артем Лиско пришел на шоу «Голос Краины». Пришел, спел и попал в команду Дана Балана. Мы украли Артема с пар, чтобы узнать, каково это совмещать последний курс в университете со съемками в шоу и как он жил до участия в «Голосе». Артем 7 лет занимался академическим вокалом в музыкальной школе, 2 года ходил к частным преподавателям. Работал парень совсем не в музыкальной сфере, был переводчиком в брачном агентстве. Но петь явно хотелось больше, нежели сидеть в офисе, поэтому он пришел на слепое прослушивание самого масштабного музыкального шоу страны. Ну, в плане выбора песни, на самом деле, у меня было очень много вариантов. Я, в принципе, пришел на проект для того, чтобы найти себя, найти вот тот свой стиль. И я принес песни очень многих жанров. Это был и джаз, и рок, и рок-н-ролл, и что угодно, и попса, и классика. Но выбор пал совсем не на джаз и не на классику. Артем исполнил танцевальный хит 2011 года – песню-рэп-дуэта Эллен Фауа. Исполнил так, что тренеры стали на потанцовку. Адан Балан, который в итоге забрал Артема в свою команду, еще и спел с парнем на одной сцене. Это было очень круто, потому что, ну, это понятное дело, была импровизация. Мне был очень приятен его порыв. Ему очень зашло, видимо, мое выступление в плане энергетики. Стоять с таким великим артистом, не побоюсь этого слова, на одной сцене – это большая честь для меня. Он меня так обнял по-отцовски. Во время выступления за кулисами Артема ждала группа поддержки – родители, преподаватель по вокалу и девушка. Диана успела и поплакать, и порадоваться словом, переживала за двоих. Ты выходишь и понимаешь, либо сейчас да, либо все. Вот. И нам говорили, что нужно там показать максимальные эмоции. Я вообще никого не слышала. Просто я смотрела на него, я понимала, что он чувствует, как будто бы я вместо него стояла там. Сейчас Артем пробует себя в роли Юлия Цезаря. Пишет диплом на последнем курсе в университете и одновременно с этим ездит в Киев на съемки. Что из этого получится, узнаем совсем скоро. Еще один участник шоу пришел на кастинг просто попробовать свои силы. Он настолько не переживал, что даже выбрал песню под свое состояние – «Don't worry, be happy». И только стоя на сцене перед четырьмя креслами парень занервничал. И было из-за чего. Один из тренеров развернулся к нему буквально на последнем аккорде. Ты выступаешь перед четырьмя звездами, причем одна из звезд является мировой. И, соответственно, ты начинаешь немножечко переживать, нервничать. А кто повернется? Не пройдешь, не пройдешь и так далее. И вот у меня были настолько сложные эмоции. Я сначала думал, ну выйду, кайфану, не страшно. А потом все равно расстраиваешься. И уже когда видишь, что судьи не поворачиваются. И тут в последний момент балан жмет кнопку. И аааа! Такой подъем был жуткий просто. Вова работает ведущим утреннего шоу на одном из одесских телеканалов. Изначально участие в «Голосе» было для него возможностью найти новых музыкальных героев для своей программы. И ярого желания победить у него нет. Но, как оказалось, это и есть тайное оружие Владимира. Мне кажется, что это, скажем так, работа от противного. Когда ты хочешь выиграть обычно, ты не выигрываешь. А когда ты меньше всего этого хочешь, ты, естественно, будешь пытаться делать все от души, все легко. И не будешь расстраиваться и понимать, что вот ты что-то потерял действительно существенное для меня. Совсем скоро ребят ждет новый этап в шоу – батл. Чтобы остаться на голосе, Артему и Вове придется перепеть соперника. Но какой песни они будут отправлять в нокаут зрителей, судьи и противника, пусть останется секретом. Александр Явник, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер». И от творческих к спортивным состязаниям Ломаченко продумывает три хода наперед, заявил британский претендент Энтони Кролла, который уже 12 апреля в Лос-Анджелесе выйдет на ринг против знаменитого украинского чемпиона. 32-летний английский боксер говорит, что поединок обещает быть самым масштабным и серьезным в его карьере. Всего Энтони провел 43 боя и одержал 34 победы. Из них 13 нокаутом. Наиболее известные соперники, с которыми встречался, британец Дейрлей Спаррес, Дэри Мэтьюс и Гэвин Риз. Продажа билетов на титульный бой Ломаченко-Кролла началась еще в конце февраля, а самый дешевый пропуск на вечер бокса в Лос-Анджелесе стоит 51 доллар. В областной федерации самбо отобрали сильнейших взрослых борцов, которые выступят на Кубке Украины в Луцке в ближайшие выходные. Одесский регион представит сильнейших спортсменов в своих категориях среди взрослых. Из тех, кто поедет на всеукраинский турнир, отметим участников и призеров. В этапах Кубка мира в Беларуси Марию Рыбачук и Кристину Бондарь. Успешно вернулся после травмы Игорь Ющук. Я очень рада, что я туда поехала, я увидела, что мне надо, где мне надо работать, на чем мне работать. Спасибо за такой турнир вообще, что меня взяли. Будем работать и стараться, чтобы как-то выиграть у Русской все-таки уже какой раз проигрываем. Надеюсь, что будем стремиться. Давно уже не выступал. В последний раз выступал буквально в гран-при Соберова. После этого очень перерыва. Я так для себя вырешил, что спорт, я не могу без спорта ни как быть. Ну так вырешил пойти, попробовать. Получилось, финал вышел, но там травма. Зараз вот снова начал потихоньку готовиться, для себя, для себя. Так, зараз решил проверить. Зараз в дальнейшем, далее, если будут сборы, то будем готовиться, может, на Кубок Украины. Отметим и победительниц в своих категориях Александру Сиренко и Екатерину Борисову. Серебро у Марии Демишли хорошо выступили бронзовые призеры турнира в Минске Владислав Кахненко и Александр Воропаев. Отметился победой Александр Спива. Задачи, как всегда, максимальные развития и участие во всевозможных турнирах, которые будут способствовать именно росту спортсменов наших. Также хочу отметить, что на сегодняшний день оказывается очень огромная поддержка губернаторам Одесской области, а также руководством областного совета. Участвует у нас порядка 60 спортсменов из 6 районов. Это Черноморск, это Ведепольский район, Белгородистровский район, Беляевский район, Белгородистровский район, Захаровский район. Есть внимание и мы очень довольны, что нас видят и оценивают наш вид спорта по достоинству, как нужные социальному обществу вещи. Таким был информационный вторник, 5 марта, глазами корреспондентов-репортера. Оставайтесь с нами, с нами интересно. Увидимся.